Глава одиннадцатая книги пророка Даниила Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину, вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут, как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от рук его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, ему не будет пользы от того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика подать ей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством, и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное, имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством, враждебным и враждебным намерением против святого завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не будет такой, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святой завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от святого завета. И поставлена будет им часть войска, которое осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта, ливийцы и ефеопляне последуют за ним. Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Субтитры создавал DimaTorzok